Приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала меня зовут Владимир мы продолжаем проходить halfway так это ясно мы уже прошлой серии читали так а сейчас мы можем поговорить с нашей командой так и сделаем ух пронесло да пронесло нам стоит быть осторожнее ты хорошо справляешься я рад что ты помогаешь нам выбираться отсюда это же прямо как в старые добрые времена на европе хотя я уже слишком стар для этого а что насчет меня это было мое последнее путешествие перед выходом на пенсию не совсем то на что я надеялся ох и не говори да чуть не забыл нам стоит посетить старый пункт безопасности я думаю мы сможем найти пару полезных вещей к тому же у меня ощущение что я там что-то забыл хорошая идея и еще не говорил с джошем кажется он может еще что-то рассказать сейчас узнаем спасибо за спасение после всех этих часов заперти я думал что мне конец я уверен вам интересно что здесь происходит к сожалению я не могу помочь вам с этим но кое-что рассказать мол два дня назад аварийный протокол разбудил меня от анабилоса в главном комплексе сотрудников класса б мб связалась со мной через интерком и сообщила что галяв атакован я должен немедленно добраться до серверной кто-нибудь еще проснулся нет после того как меня стошнило я понял что я единственный проснувшийся понять это не составило труда интерком не работал я не мог ни с кем связаться я схватил свои вещи и пошел к главному серверу я не особо размышлял над словами эмбер так как ничего необычного не увидел я предположил что это был один из ее частых глюков программы этот корабль то еще посудина сюда нельзя сюда меня назначили всего лишь в качестве аварийного техника когда я дошел до лифтов то обнаружил что они не работают я и опустились до третьей палубы только я добрался то на меня напал кто-то из членов экибажа они все свихнулись я запаниковал и побежал и закончилось все тем что я заперся в холодильнике когда я немного пришел в себя то стал думать как мне связаться с другими надеюсь не сумасшедшими членами экипажа я сумел заломать старую систему интеркома чтобы связаться с эмбер а затем и с вами парни но я боюсь это все что мне известно этот рассказ много много не объясняет к сожалению во время сканирования вы находили сигналы других людей которые все еще могут быть живы до несколько я вывел координаты в карту наша задача наша главная задача спасти первого выжившего кто это доктор шафер ну он внизу в лаборатории тот самый да насколько мне известно он единственный живой гражданин класса а он пригодится хорошо спасибо джош так есть как видите получается экипаж делится на граждан и граждан разного класса есть класс а б не знаю какой еще есть там ну чё ж б а эти наверное тоже б выглядишь взволнованный что-то случилось я не знаю я осматривала останки зажженных нападавших что-то и узнала они действительно члены нашего собственного экипажа кажется да по крайней мере я нашла несколько айди чипов которые безусловно принадлежат сотрудникам гк а вот этот принадлежал марку аутон помнишь его сделал нас покер прошлой ночью и сам хотел набить его морду потому что думал что он мухлюет значит мы действительно боремся с нашей же команды проклятие но почему они они мы без понятия нам нужно узнать больше ну и что мы теперь будем делать если джош прав на борту голиафа остались осталось немного здравомыслящих людей но мы хотя бы нашли сэма а хватит и уже просто нам стоит поискать еще выживших чем нас больше тем лучше ох пока не забыла дай мне свою руку ой что это было яд ланис я и джош перепрограммировали медстанции так чтобы мы могли отсюда следить за жизненно важными показателями это возможно почему мы раньше этим не пользовались это прототип новой разработки для жителей класса а джош был в команде инженеров и смог настроить эти чипы теперь у каждого из нас под кожей один из этих чипов это должно дать нам существенное преимущество над врагами я полагаю что с ними есть проблемы да они причиняют адскую боль при использовании так что без лупости или пожалеешь лучше это чем могила спасибо ладно так снаряжение снаряжение да да что у тебя тоже нормально так тяжелая броня мк где-то легкая а вот легкая броня так наденем этот костюмчик к положим хочу посмотреть на винтовку ясно нормально не только так одевайте живую броню легкую положим пока так так вот это у меня есть пушка помощнее пототип 5 11 2 12 3 10 дальше стреляет и ему нужно дать может рельсовую винтовку ему дать вы видите разные снайперки показателем так давай ка ему наверное сколько патронов 5 у рельсовый меньше да то и угром поменьше так снарядить хорошо где этот altri 지금 как нач так легкую броню положим две легких утилизировали так и что ему надо ему надо щиты забираем еще один щиток будет почему я беру два оружия с объясню такая вот фигня получается если патроново закончились у вас есть второе оружие с полной обоймой которым можно отстреливаться да можно было бы лишние патроны взять но надо оружие нужно менять хорошо а мы еще раз проверим можно было бы еще патрона взять но ладно так хоть бы нормально а сэм 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 ну три пусть будет давай на брифинг так идем за припасами можно взять четыре человека уберем всех если сэм был прав то нам стоит поискать что нибудь полезное в охраняемой зоне будьте внимательны мы понятия не имеем что мы можем здесь найти ах теперь я вспомнил ты о чем сэм я вспомнил то что забыл там внизу ланис разве мы не заперли того сумасшедшего ученого в камере реабилитации сразу после того как он накинулся на йохансона да верно это было ночью до того как мы вошли в анабиос я очень надеюсь что они его выпустили как и хотели я тоже так ну открываем вверх что линдер самым поменялись места противники есть почему-то кажется что будет прыжок так джош тут уже еще сюда линда на прикрытие сюда скачок а вот и враги осторожно у нас гости проклятие они появились из ниоткуда у нас вообще есть шансы против них перестань найти давай отступать в офис там мы сможем лучше обороняться бегут бегут три четыре пять шесть шесть семь восемь девять немало так видите так вот тут может дверь открыть в принципе и выносим от этого чурочка он еще с тревога наверно сидит так чушь надо было снять так а ну-ка жахли так тут вышок сможет этого зацепить да да линда да линда еще попал так сейчас я стану где-то немножко дальше мне можно стать еще будет видимость супер тут уже тоже отойдет немножко вот так вот блин у него еще щиты есть как понимать джошь отойди сделаем вот так четыре все сбили так и поставим вот эту штуку чтобы отстреливалась наша подруга ничего она умеет себя лечить так надеюсь ее не убьют 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 не они убили так линда отходи и самолечение так джошь ты можешь как передвигаемся сюда дальше снимаем с этого года щит так первый надо тебе уж байку поменять шмаляй супер не чуть не я не 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 Собака, ну чё ж она нападает, ну хоть щит восстановился. Так открывай дверь. Встанем и тут, сейчас мы сжахнем. Линда, когда твой щит перезарядится, не видно. Так, 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 мешало бы отойти, мне не хватает два очка прохода нужно. Допустим, Линда, отходишь, организованно отходить. Щитов у нас нету пока. Подходим глубже. Так, отходим аж сюда. Вот так вот. А то они зашевелились. Так, давай перезарядочкой займемся. Так, первый. Надо стать вот тут, в принципе желательно в проходе. Так, надо подлечиться. Вот так сделаем. Так. Восемь ходов перезарядка. Да. Кого-то бы в проход не мешало закинуть, чтобы они не подбежали. Так. Линда какая броня? Тяжелая. 25%. Так. Ну ладно. Встанем пока так. И сделаем вот так вот. Первая рука осталась тут. Так. Вставай вот тут. Так. Вставай вот тут. Комазала. Что там в одни стрелки остались? Если это так. Если там в одни стрелки. ух ты лишь как красиво тогда мы начинаем наступление так в плане щита установился и мы делаем вот так еще щит не установился ну нормально они есть кто-то там у них собака отдыхай так все Сэм. Делаем вот так, пока первый путь отойдет немножко. Сбили все. Вот так, пока никого там не вижу. Сейчас попробуем их обойти через эти двери. Забыл щит снять. Отдыхай. Так, а первый пошел сюда. А, вот он, гад. Так, пусть она еще щит не восстановился, да? О, и да, восстановился. О, завалил. Да бедный. Есть. Хороший выстрел. Все. Хорошие укрытия занимаем. Сейчас снимем щиток. Попробую. А вдруг. Попробую. Так будет лучше. Теперь с зарядком. И, наверное, поменяем на снайпер-кварт, вот тут слишком мало патронов. Займем вот эту позицию. Так. 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 Пошли тогда, контейнер обшариться. птичка я птичку использую нет я чушу тогда джош используем нет здоровья так 18 18 10 ясным самый слабенький так удобно ждет сюрприз ухты как он зарядил мне надо сбить у него щит еще и на тебе отдыхай так прочитаю эй тут записка дорогой днев ах пофиг пошло 25 дней с тех пор как я здесь все из-за небольшой траки последние дни меня даже не кормили держу пари йоханссон стоит за всем этим если бы я только мог достать этого ублюдка а теперь у меня еще туалетная бумага кончилась на этом месте записка обрывается ну я думаю это и есть ответ на вопрос освободили они его или нет хорошо больше здесь делать нечего забираем все с собой и возвращаемся в лагерь а мужик это отстой нам следовало у меня нечего 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 с лучше гринку так гринку что теперь он не стоило бы перезарядиться ну ладно так посмотрим что тут штурмовая броня так давай ка может тебе штурмовую броню поставим это лёгкая броня щит хорошее дело но очень хорошо сбивают этот щит это только снайпером лёгкая броня это как-то не снайпер а больше с таким оружием ближнего боя то так тяжелая броня пусть будет ну ка-2 так я не знаю так что тут ухты классический карабин МК-2 так ну погромщик мясорубчик 5937 хуже так ну вот карабинчик мне надо посмотреть сейчас снайперку ему поддам и посмотрим ну плазменная винтовка похуже будет на патронов видите тут меньше радиус 13 радиус 13 5827 классический карабин МК-2 лучше так так давай тебе дадим вот этот веритворитель наверно наверно Джошу дадим вот эту винтовочку снайперку отдаю ладно подумаем еще муниция и забираем о еще контейнер открыт легко оброняем К2 так и вроде бы все тут в этой части да так ну припасы пополнили и надо будет дальше разбираться с этой с этим всем с этим всем так с надвижением команды так что вот это ну-ка сейчас я открою зайдем сюда сканирование сканирование подождите травм или заболевание не обнаружено интересно а для чего это сканирование как-то на него не обращал внимания ну ладно тут пожалуй я и завершу серию так что всем спасибо за просмотр если понравилось можете ставить пальцы вверх и до встречи в следующей серии всем пока